Начнем с того, что исполком это живой организм. И когда меняется обстоятельство внешнее, жизнь меняется, мы пытаемся модернизироваться и приспосабливаться к существующим реалиям. В свое время, вы знаете, мы создали департамент муниципальной безопасности как раз с целью того, что множество функций контрольных, которые были рассыпаны между разными подразделениями исполкома, городского совета, не было единого органа, который бы это контролировал. В первую очередь это касается протоколов, административных протоколов, нарушений. Составлялись тысячи протоколов, в итоге единицы штрафов доходили в казну. Очевидно, ситуация была ненормальная. Целью создания, одной из целей создания департамента муниципальной безопасности было объединение этого контроля в одних руках. И было действительно намерение, что все административные функции по наложению штрафа в одни протоколы в составлению соберет на себя департамент муниципальной безопасности. Жизнь показала, что не получается так, действительно не справляется. Во-первых, надо создавать гигантский штат, чтобы покрыть всю территорию города. Во-вторых, есть разные направления, специфические направления. И постепенно-постепенно мы оставили у нескольких управлений департаментов функции по составлению админпротокола. Соответственно, ряд функций, которые мы полагали, будут возложены на департамент, осталось, например, в департаменте городской хозяйства, райадминистрации, ЖКС и по-прежнему составляют админпротоколы по благоустройству. Абсолютно логично, что та функция, которая досталась департаменту муниципальной безопасности, а именно функция благоустройству, объективно должна быть передана в это направление. Раз уже ЖКС и департамент городского хозяйства занимаются благоустройством, то эта функция должна быть передана в эти руки. Вторая часть функций так называемой инспекции, а сегодня речь идет о том, что мы реорганизуем так называемую инспекцию благоустройства, разделяем ее на две части. На благоустройство, условно говоря, и на часть, которая будет заниматься раскопками и ограждениями, то есть строительную часть, благоустройство и стройка. Так вот, благоустройство объективно достается департаменту городского хозяйства, стройка, управление архитектурой. Почему так произошло? Практика тоже жизнь показала, что разрешения, которые выдавались департаменту муниципальной безопасности, зачастую получались несогласованно с действием с архитектурой и со строительным ведомством. А это очень важно. Вот мы столкнулись несколько раз с ситуацией, когда начинаются раскопки, оказываются какие-то сети, неучченные сети, которые прокладывал частник, а город об этом не знал, не выкладывал свою базу, свою геодезию. Поэтому, конечно же, эту базу ведет управление архитектурой. Поэтому объективно жизнь показала, что лучше, когда эту функцию будет выполнять управление архитектурой, оно ведет базу соответствующую, все сети будут нанесены на карту, не будет никаких случайностей, порывов и неприятностей в случае проведения каких-то работ. Это, во-первых, во-вторых, управление архитектурой, это орган, который сосредотачивает информацию о стройках. А у профильного заместителя, соответственно, еще есть департамент УКС, который и удыхал управление дорожного хозяйства, который занимается ремонтами дорог. То есть это как раз та сфера, где и выдаются разрешения. Раскопки – это дороги, заборы – это строительство. То есть это должно быть в одних руках для того, чтобы не было недоразумений, почему появился забор, а что там ведется за стройка. Очень часто даже депутат или общественность поднимает вопрос, откуда взялся забор, профильный заместитель не знает. То есть вот такая несостыковка будет в этом случае ликвидирована. Мы будем четко знать, с кого спрашивать, в данном случае со строительного зама, с Петром Моисеевичем, если это касается строек. И что касается благоустройства, это Анатолий Левший департамент городского хозяйства. То есть объективно разделили эти две функции по специализации. Мы не выгорячились, мы хотели, чтобы был контроль, единый контроль над всем гигантским количеством админпротоколов, которые на сегодняшний день есть. На сегодняшний день у нас предложение, мы убедились, что нет необходимости концентрировать это в одних руках, оно остается в разных департаментах, а контроль мы возложим, это в следующем этапе, мы возложим, скорее всего, на админкомиссию, соблюдим дополнительно, наверное, одну-две штатных единицы в административной комиссии, которая возьмет на себя функцию контроля над всеми админпротоколами, над всеми ведомствами. Я думаю, это будет правильно, когда она будет создана при исполке. У нас на самом деле традиционно в городском совете был гуманитарный зам, у которого была социалка, образование, медицина. На сегодняшний день такого зама нет, эти управления и департаменты у разных заместителей, поэтому необходимости в таком заместителе нет, и поэтому городской голова решил... Собственно говоря, если возникнет ситуация, будет необходимость, такое количество устанавливается в сессии заместителя городского голы, о распределении обязанностей распоряжением городского голова. Городской голова волен самостоятельно решать, кому зама, какой департамент или управление поручить. Что, собственно говоря, он в данном случае и делает. Никаких кресел никто не лишается. Была вакансия пустая, незанятая вакансия после увольнения заедения Николая. Вот она сокращена, это пустая вакансия.